Размер имеет значение. Вот только определить правильный размер бюстгальтера бывает не так-то просто. Казалось бы, есть объем чашки, обхват груди, но достаточно ли этого, чтобы выбрать подходящую модель? И как вообще понять, что модель эта ваша? Сегодня мы обратим ваше внимание на контрольные точки при выборе и примерке белья. Кстати, если ваше белье куплено на глаз, оно может быть не только дискомфортным, но и провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. В студии у нас Евгения Власенко, директор студии брофитинга Бюстомаги. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Опять начинаем с загадочного слова, которое уже, наверное, знают многие, что он обозначает, но тем не менее не могу вас не спросить. Брофитинг – это что такое? Брофитинг, бро-бюстгальтер, фитинг-посадка. Брофитинг – это профессиональный подбор бюстгальтера. В России 90% женщин носят неправильный бюстгальтер, не своего размера. А вот как раз вот аброфитеры, тот, кто работает в салоне, они помогают правильно определить размер, выбрать модель и научат, как ухаживать за бельем. Ну, сегодня мы некоторые секреты брофитинга раскроем, да, и так. Отчасти каждая женщина сможет быть так немножечко сам себе брофитер, но тем не менее лучше все-таки обращаться к специалистам. Итак, контрольные точки при выборе белья. Что нужно учитывать? Есть пять контрольных точек, самых главных, на что обращают внимание брофитеры в примерочной. Но, во-первых, самое важное – это косточка. Вот косточка у бюстгальтера, она как раз должна уходить в подмышечную впадину. Ни в коем случае она не должна лечь на груди. Да, иначе это вызывает гематомы, ссадины, синяки и прочие вещи не очень приятные, скажем так. Вторая контрольная точка – это стан, это вот это место между двумя чашками. Вот оно должно плотно прилечь к грудине. Прям к коже, прям плотно. Коже, плотно, да. Третья контрольная точка – это чашка. Грудь не должна ни выскакивать, ни… Теряться. Теряться, да, в этой чашечке. Третья, четвертая контрольная точка – это пояс. То есть пояс должен сидеть именно параллельно полу, практически на талии. Ни в коем случае не подниматься вот такой дугой, знаете, к шее. То есть он достаточно низко, ну… Да, да. Это не только… Понятно, что комфортно будет, когда вы спиной носите грудь, а не плечами. Потому что как только пояс задрался, девочки, что начинают? Затягивать бретель. Это неверно. Это неверно, потому что грудь все равно будет стремиться вниз, а на спине пояс будет… И вот и получается, как будто мы несем рюкзачок, который совершенно нас… Да, да. Пять контрольных точек – это основа, это азы брафитинга. Если пять контрольных точек отошли, бюстгальтер на вас сидит правильно и подобранный… Ну, про пятую, по-моему, не сказали. Это, наверное, лямочка, да? Бретель, да. Бретелька. Бретель. Бретель, под бретелью должно поместиться от плеча до бретели два пальчика, не больше. То есть не должна бретель впиваться в плечо так, что, знаете, как ямы бывают. И не должна бретель падать. Кстати, лайфхак. Так, если бретель падает, это говорит о том, что у вас очень сильно большой вам пояс, объем бюстгальтера. Это же геометрия. Большой пояс, бретель начинает падать, и вы ее начинаете незаметно поправлять. То есть дело не в покатых плечах. Нет, абсолютно. Это в неправильном подборе. Абсолютно, да. Евгения, вот я знаю, что некоторые женщины удивляются, что на самом деле, поработав с брофитером, удивляются, что на самом деле чашка-то у них больше, а как раз-таки обхват меньше. И говорят, как, мы всю жизнь, вот у нас было так, а чашка была так, а на самом деле вот так. Это действительно, чаще всего так и получается, что плотный пояс и чашка больше, чтобы косточка уходила под мышечную впадину. А пояс почему плотнее, потому что мы его все-таки носим не на легких, не вверху, а мы именно на талии, на самой узкой части спины, чтобы у пояса не было шансов подняться, а соответственно груди опуститься. Геометрия и физика, да? Геометрия, да. Геометрия и физика. Да, да. Сегодня у нас несколько моделей. Вот, Евгения, почему вы вот именно эти модели сегодня выбрали? И я знаю, что это связано не только с тем, что они там популярны, они есть у вас в продаже, но и здесь каждая модель, она для особого, так сказать, для особой ситуации. Да, я хочу заметить, что бюстгальтер, он как и наряд, для каждого случая свой должен быть. Поэтому я выбрала основные, скажем так, направления. Это базовый бюстгальтер на косточке, он без единого шва на чашке, это то, что будет незаметно для окружающих. А как мы знаем, ну нельзя, чтобы белье привлекало к себе внимание. А вот знаете, есть такая даже поговорка, что хорошее белье, его не должно быть видно, но его видно. А видно не потому, что видно белье, а видно силуэт фигуры и женщины. Да, да, все верно. Поэтому базовый бюстгальтер, это дышащий бюстгальтер, лето, жарко, зимой холодно. Бюстгальтер то, что пропускает воду, влагу, воздух полностью. То есть бюстгальтер идет такой вот с паспортом даже. Следующий бюстгальтер, это, конечно же, должен быть в гардеробе каждой девочки, это спортивный бюстгальтер. То, что колебания груди сократит на более 80%. А это очень важно, потому что наша грудь в течение всей жизни подвержена птозу. Ну вот здесь тоже есть косточка, да? Да. Она практически незаметна, но она есть. Она есть. И здесь очень сложный крой, конечно, внутри. Здесь вот такое инкапсулированное хранение груди, каждая грудь в своем как бы домике. Поэтому очень популярный для активных видов спорта это бег, это конный спорт, это, ну, что-то, что, где мы быстро ходим или бежим. Прыгаем, бежим. Прыгаем, бежим, да. Следующий бюстгальтер, это must-have, по секрету скажу, что сама такой, люблю, ношу. Это бюстгальтер для сна, для отдыха, для дома. Я его использую для путешествий, потому что мы знаем, что до Москвы 8 часов перелет, это очень сложно. Летим в самолете, едем в поезде, где-то остановились в гостинице, на машине едем. Да, неспешная прогулка с собакой, неспешная прогулка по магазинам. Это без кости, это абсолютно мягкая чашечка, но при этом она поддерживает грудь великолепно. Давайте чуть-чуть поднимем, чтобы мы могли увидеть. Значит, чашечка здесь без косточки. Без каркаса, да. Он совершенно мягкий, и вы так его прям спокойно сжимаете, сминаете, с ним ничего не происходит. Ничего не происходит, но при этом поддержка груди есть. В нем вы можете спокойно спать, ходить, дышать, на даче быть, на отдыхе еще где-то. То же самое, мягкий бюстгальтер без косточки, но это уже более такой, скажем, интересный для деликатной груди. Вот. Тоже мягкий, тоже с поддержкой, очень красивая спина, комфортный, очень комфортный бюстгальтер. Поэтому для каждого случая должен быть свой бюстгальтер. Ну вот здесь первая модель, которую вы показали, базовая. Мы прям видим, чашка гладкая, она прям такая незаметная, она подойдет и под какую-то обтягивающую одежду, и под трикотаж, и под светлые там блузки белые, особенно для лета хорошо. Если, например, форма бюстгальтера такова, что есть какой-то крой, какие-то элементы, детали как-то сшиты. Это неплохо? Это просто другой тип? Или все-таки стремиться к тому, чтобы чашка была гладкая? Это другой тип бюстгальтера. Если у женщины очень большая грудь, скажем так, ну вот королевский размер, там чашка, НОП, то, конечно, сложно подобрать бюстгальтер гладкий. Почему? Потому что чем больше швов на чашке... Тем больше вот этих вот выточек, да? Да, чем больше швов, тем больше поднята грудь. А ведь закон брофитинга, самая главная цель брофитинга – вверх и вперед. Вверх и вперед – это еще один. То есть мы уже говорили про геометрию, мы говорили про физику, а теперь у нас такие векторы, да? Да. У нас еще направление, да, заданное направление. С этим понятно. То есть все-таки лучше, конечно, чтобы, наверное, правда, какой-то помощник, тот самый брофитер, с которого мы начали, да, помог все это подобрать, посмотреть и все эти вещи делать. Есть ли какие-то такие рекомендации, как ухаживать, как хранить, как стирать, как подвешивать? Насколько я знаю, это тоже важно. Это очень важно. От этого зависит срок эксплуатации вашего белья. А мы все знаем, что если мы подобрали этот бюстгальтер, мы его прям холим, лелеем, храним, потому что он самый удобный, самый комфортный, самый классный будет. Да, это действительно так. Да, поэтому, конечно, стирать мы просим без кондиционеров и поласкивателей. Почему? Потому что все бюстгальтеры состоят из эластана, а кондиционер и поласкиватель – это смерть для эластана. Правда? Да, он не будет уже вас так держать, как новый бюстгальтер. Также есть правило очень интересное брофитинга – три бюста, минимум три бюста иметь в своем гардеробе. Один мы носим, один отдыхает, один в стирке. Что такое отдыхает? Опять же, надо время эластану, чтобы эластан пришел в свое состояние изначально. То есть, чтобы вашу грудь держала высоко, хорошо, бюстгальтер должен быть. А как он отдыхает? Ему отдыхать на плечиках или он может отдыхать свернутый в комоде? Может быть, уже, если это важно, давайте об этом тоже скажем. Или это не принципиально? Давайте. Подвешивать бюстгальтер категорически нельзя. Ни сухой, ни мокрый, никакой. Сушим мы бюсты только в разложенном виде, на полотенце, на сушке, где угодно, но в горизонтальном положении. Как только вы его подвешили, пояс начал деформироваться, и уже пошла проблема с поддержкой груди. Соответственно, отдыхает он в комоде. Лежа. Лежа. Спит. Как все мы отдыхаем. Как мы все отдыхаем, лежа, спит. То есть, один, один, минимум три, да? Минимум три. Один носим, один в стирке, один отдыхает. Евгения, ну я думаю, что настало уже время позвать, да, даже не пригласить, а позвать, да, чтобы наши телезрительницы к вам пришли с удовольствием. Ведь это же не только нужно и полезно, это еще и удовольствие, да, померить, подобрать, почувствовать себя лучше. Кстати, вот почувствовать себя лучше, это тоже из этой серии. Куда приходить, куда обращаться? Наш салон «Бюстамагия» располагается в Дикопольцево 50, с 10 до 20 каждый день. Мы рады вас видеть, приходите, мы поможем, мы поможем, мы подскажем, все сделаем. Евгения, спасибо большое. В студии у нас была Евгения Уласенко, директор студии брофитинга «Бюстамагия».